Пока же напомним, что дипломатия Александра Невского сводилась к тому, что он хотел прекратить княжеские распри и достигнуть внутреннего мира на Руси во имя будущих сражений против ордынского рабства. В этом отношении Новгород всегда оставался непростым городом для Александра Невского. И мы вновь передаем слово нашим коллегам из новгородского областного телевидения. Новгородский музей-заповедник. Что еще представлено на выставке? Какие уникальные, может быть, экспонаты здесь есть? Ну, все вы, наверное, знаете, что от Александра Невского не сохранилось никаких личных вещей. И самый древний и самый важный экспонат на этой выставке – это печати Александра Невского, его отца и его детей. Ну, теоретически эти печати мог в руках держать сам великий князь. Что еще представлено на выставке? Какие артефакты? Что интересно? Особенно меня заинтересовала фигура воина. Это именно так выглядел воин войска Александра Невского? Так выглядел русский дружинник. Период жизни Александра Невского – это первая половина XIII века. Это реконструкция, изготовленная специально для этой выставки, для того, чтобы люди смогли составить себе общее представление о том, как выглядел воин, как он был вооружен, как он был одет, во что он был обут, каким оружием он пользовался. И на этой выставке можно не только посмотреть и потрогать, что из чего сделано, но и ощутить… На Чудском озере такие были? Такие. На Чудском озере были такие. И вот, например… И вот с такими топорами и мечами. Можно ощутить вес оружия и составить себе представление, какая нагрузка ложилась на воина. Что еще важного, знакового на выставке представлено? На что обратить внимание? На выставке мы представили берестяные грамоты, военные донесения XIII века. Мы представили предметы снаряжения коня и всадника, подлинные вещи. Это накладки на седло костяные, очень красивые. Это шпоры различные, стремина с инкрустацией. Вы можете увидеть, как оружие украшали в Средневековье, как его любили и холили. Мы рассказываем на этой выставке об самых известных походах Александра Невского и о тех походах, которых очень мало знают. Например, такой вот поход, который называют темным, или сейчас еще иногда называют полярным походом, когда он посетил территорию земель племени Йем, это территория современной Финляндии, и вышиб оттуда шведов. Это был страшный поход в полярную ночь, но довольно успешный. Кроме того, на этой выставке мы можем увидеть, как менялся образ Александра Невского в представлении людей, представлении русских людей, начиная с XIII века и заканчивая уже периодом Великой Отечественной войны. Мы рассказываем здесь об его иконографии, мы рассказываем здесь о почитании его в книгах, мы рассказываем об ордене Александра Невского дореволюционном и периода Великой Отечественной войны. И, конечно, мы не могли обойти своим вниманием знаменитый фильм Сергея Зинштейна Александр Невский, поскольку большой удачей является то, что в наших фондах хранятся подлинные фотографии со съемок этого фильма. Ничего себе. Да. В общем, огромное количество уникальных экспонатов, так что всех зрителей нашего сегодняшнего телемарафона призываю приезжать в Великий Новгород, заходить в Новгородский Кремль, здание присутственных мест, Новгородский музей-заповедник, выставка Александр Невский, легенда о войне. Коллеги, продолжаем. Вам слово. Спасибо огромное. Я также добавлю, что в Великом Новгороде как раз сейчас проходит грандиозный такой исторический музейный научный проект, который организован в том числе благодаря Санкт-Петербургскому институту истории Российской академии наук. Великий Северный путь называется он. Далее выставка в августе отправится во Владимиро-Суздальский объединенный музей-заповедник, а в декабре приедет в Петербург. Вы наблюдаете, догадываетесь, к чему я веду, что это путь, когда Петр I перевозил мощи святого Александра Невского из Владимира в Петербург. Вот в декабре выставка приедет к нам, будет грандиозное научное симпозиум в Петропавловской крепости. В общем, будет интересно весь 2021 год.